Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Иркутской области сократилась задолженность по зарплате, но не во всех районах ситуация столь радужна. В программе расскажем, на каких территориях людям не спешат отдавать честно заработанные деньги. Заработать 180 тысяч рублей планирует житель Иркутска на автографах сборной Бразилии, чьи именно подписи он выставил на продажу, поведаю в рубрике «Повесточки». Лес, ружье, губернатор. Глава региона, сходив на охоту, рискует стать фигурантом уголовного дела. Во всяком случае, об этом ходатайствует прокуратура. Почему и каким непредсказуемым может стать рикошет от выстрела в материале Давида Азизова? Такого в богатой истории Иркутской области, пожалуй, еще не было. Четыре строки в официальном документе региональной прокуратуры. Но рядом с словосочетанием «уголовное дело» стоит имя первого лица области. Вынесено постановление о направлении материала в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании группы лиц, среди которых находился губернатор Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Причиной такой реакции надзорного ведомства стал вот этот видеоролик. На его кадрах глава региона стреляет в медведя, в берлоге. И в аппарате губернатора, и сами участники охоты не отрицают. Да, губернатор. Да, стрелял. Самому ролику два года. Тогда, в 2016-м, якобы загоняли шатуна. Не залегший в спячку медведь угрожал охотникам, промышлявшим пушниной в Нижнеудинском районе. Собаки его нашли, след мы нашли, где он последний раз ходил. Собаки взяли след и погнали его. Погнали и загнали его в такую, в яму. Это старая берлога бывшая. И он загнали, собаки лают. И мы его сверху такой раз и добыли этого медведя. По словам участника той охоты, на добычу хозяина тайги была лицензия. Так ли это, предстоит выяснить следствию. И это только один из множества вопросов по линии правоохранителей. Кстати, статья за нелегальную охоту предусматривает до пяти лет лишения свободы, либо штраф. Максимальный миллион рублей. И это юридическая сторона вопроса. Есть и другая, по мнению политолога Юрия Фалейчика. Он считает, что публичные персоны должны руководствоваться в своих делах не только буквой закона, но и мнением избирателей. И вспоминает случаи из мировой практики, когда политики высокого ранга вынуждены были подать в отставку после и гораздо более мелких скандалов. Когда это становится общеизвестным, значит, все, этот человек теряет моральное право быть руководителем, он уходит. Вот, в мировой практике это норма. В России пока нет, но я думаю, что у нас таких случаев тоже еще не было. Вот, давайте будем смотреть, как будет развиваться событие. В любом случае выстрел губернатора уже разнесся громким эхом по соцсетям, став едва ли не самой обсуждаемой темой, которая, кстати, уже переросла к границе региона. Давид Азитов, Марина Минченко, новости по будням. Ну а в границах региона для многих сейчас актуальна тема начала учебного года. Правда, в одном из поселков Хирид-Булагатского района школьники до сих пор не сели за парты. Эту неделю почти 150 ребятишек провели дома. Когда начнутся уроки, их родителям не сказали. Вот так выглядит здание Захальской среднеобразовательной школы в поселке Свердлово сегодня. А внутри, по словам родителей, всю неделю продолжались ремонтные работы. Когда они завершатся, чем занят учительский коллектив, почти в 40 человек об этом информации до сегодняшнего дня не было. На данный момент известно, что торжественную линейку в честь 1 сентября для учеников здесь все-таки провели. Но не в школе, а у здания местного клуба. Там же сегодня состоялось родительское собрание, где завесу тайны о начале учебного года все же приоткрыли. Все разъяснилось, что в понедельник все-таки дети выходят на учебу. Школа уже почти готова. На самом деле, там подвальное помещение не сделано, спортзал не сделан, отопление не подключено. Не факт, что еще не будет все так хорошо. Сомнения еще есть. Обидно, досадно, что я считаю, как родители, я считаю, что все-таки в сентябре дети должны учиться при любых раскладах. В областном министерстве образования комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что своевременное начало учебного года в каждом муниципалитете – это обязанность учредителей, то есть местных администраций. Если возникают проблемы, информировать о них руководители обязаны. Однако данных о происходящем именно в Захальском учебном заведении у пресс-службы министерства нет. Трудности с тем, чтобы попасть в школу и вернуться обратно, испытывают ученики еще одного образовательного учреждения, правда уже в Иркутском районе. Там школьный автобус не довозит некоторых детей до ближайших к дому остановок. Ребята высаживают прямо на Байкальском тракте. Им приходится несколько километров идти домой по лесу или бездорожью. В нюансах истории разбирался Павел Желудев. Настоящая драма должна начинаться с преследования. А так стартует и наша история. На хвост автобусу, который развозит учеников новой школы в поселке Молодежный, мы упали не забавы ради. Накануне одна из мам позвонила в нашу редакцию и сообщила, что конечная остановка спецтранспорта находится за несколько километров от дома ее ребенка. Прямо сейчас ребенок нашей героини находится как раз в этом автобусе. Через 28 километров водитель высадит его прямо посреди Байкальского тракта. А после школьнику придется пройти пешком еще около 4 километров. Все, о чем нам рассказали до съемки, подтверждается. Мы достигаем 28 километра, автобус разворачивается, а школьник остается в одиночестве посреди Байкальского тракта. И это уже нарушение, ведь по опубликованным рекомендациям Министерства образования, пеший маршрут детей до остановки спецтранспорта не должен превышать 500 метров. Тут движение резкое, быстро, очень большие скорости, поэтому сложно приходить. И пешехода нет. Знакомьтесь, это Рома. Не по годам взрослый мальчик, поэтому к своим испытаниям относится спокойно. И даже не обращает внимания на первый парадокс. На наших глазах в садоводство, где живет Рома, заезжает автобус. Вот только принадлежит он другой школе, из пивоварихи. Транспорт пройдет 4 километра и высадит учеников. Нам же приходится идти пешком, через лес, по дороге, без тротуаров. В схожих обстоятельствах накануне попала под машину девочка в Усольском районе. Все закончилось гибелью школьницы с Ромой, стараемся говорить о хорошем. Получается не очень. И как машина? Объезжает тебя? Ну да. Старается объезжать? Ну да, но тут движение такое. По выходным тут активное движение, а по будним дням обычное. Таких, как Рома, путешественников из новой школы в молодежном много. Это уже по словам мамы мальчика. С ней мы встретились в самом садоводстве. Сегодня женщине удалось взять отгул, но в обычные дни возвращение ребенка домой превращается в нервотрепку. Не меньше сил отнимают попытки решить проблему. Я предприняла попытки, я обратилась к директору школы, переговорила, объяснила ситуацию. Она мне сказала, что этот маршрут не разрешен ГИБДД. Она меня опять же перенаправила к человеку, который занимается подвозом, это зам директора. Я к ней обратилась, то есть она в категоричной форме. Мне сказала, что ездить к вам не будем. Ну, говорит, найдите какого-нибудь соседа, пусть он ваш ребенка заберет. В ГИБДД сегодня нам не смогли точно ответить, запрещен ли школьный маршрут до этого садоводства. Но пояснили, что даже если такое предписание есть, местная администрация обязана сделать все, чтобы устранить нарушения и обеспечить безопасность детей. Причем в кратчайшие сроки. Получить разъяснение от директора школы нам также не удалось. Но уже в понедельник мы вновь вернемся к этой истории. И хочется верить, что ее не придется начинать с преследования. Павел Жолудев, Виктор Шелькашин. Новости по будням. Произошла трагедия или парень просто не хочет выходить на связь? Этим вопросом задавались друзья и родственники 16-летнего школьника из Шелихова. Трое суток его искали в разных городах области и уже предполагали худшее. Ведь еще 3 сентября Павел Четверев вышел из дома и дальше его след потерялся. Было предположение, что он мог поехать на электричке в Черемхово. Там еще год назад жила его семья до переезда в Шелихов. Собственно, именно эта версия и оказалась верной. Павел находился у своего знакомого. После беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних, юношу передадут родителям. Он оказался одним из полутора тысяч детей и подростков региона, которые в этом году ушли из дома, но в итоге были найдены. 32 беглеца пока еще в розыске. Несколько человек пропали бесследно. Но есть и те, кто выходит на связь. Однако возвращаться в семью или соцучреждение наотрез отказывается. Не откажется никто от получения зарплаты, тем более, когда деньги не отдавали на протяжении нескольких месяцев. Для Иркутской области такая ситуация типична, хотя и положительные сдвиги есть. Задолженность по зарплате сократилась в два раза. Это если сравнивать с теми цифрами, которые были в начале года. Работодатели выплатили 12 миллионов рублей. И практически столько же остались должны. По величине задолженности среди других регионов страны Иркутская область не лидирует. Но и назвать ситуацию благополучной язык не повернется. Прибайкалье на 31 строчке среди всех субъектов России. Если смотреть по территориям внутри региона, не спешат отдавать честно заработанные деньги на предприятиях в Иркутске, Ангарске и Братске. В последнем, кстати, так же как в Балаганском и Нижнелимском районах, областной комиссии работа по погашению задолженности признана неудовлетворительной. Поправить свое финансовое положение решили с помощью кражи. Парней из этих снимков сейчас ищет полиция. По данным оперативников, именно они украли из киоска в Иркутске терминал для безналичного расчета. Такими сейчас оборудованы практически все торговые точки. Ведь пластиковые карты прочно вошли в нашу жизнь. И, кстати, именно их касается законодательное новшество. Об этом и не только наш следующий финансово-просветительский материал. Мава нарушили закон несколько крупных российских банков. Они и не информировали своих клиентов через СМС об операциях по кредитным картам. Оказывается, с 4 сентября финансовые учреждения обязаны не только сообщать о сумме транзакции, но и указывать остаток долга. А также лимит, если речь идет о карте. Ряд банков пошли на это, а вот три отказались. Мол, дорого это. Еще один довод. Вся информация есть в онлайн-банке. Обращаться с жалобами в само учреждение, как выяснилось, нецелесообразно. А вот написать в Центробанк стоит, ведь он может даже оштрафовать нарушителя. И это сейчас не единственный повод для наказания. Еще одним может стать блокировка сомнительных с точки зрения финансовых учреждений операций. Ведь порой происходит как? Добросовестному клиенту надо срочно перевести крупную сумму денег, но банк, исходя из каких-то своих соображений, пресекает ее и замораживает счет. Минфин предлагает нести закон поправки и упорядочить этот процесс, а за нарушение также штрафовать. Данил Седов, Надежда Казакова. Новости по будням. Чтобы выборы в законодательное собрание региона прошли без нарушений, за их ходом будут строго следить. 310 участков в Иркутской области оборудованы камерами. Картинка будет транслироваться в интернет. А значит, понаблюдать, как идет голосование, смогут все желающие. Вы прекрасно помните, что выборы состоятся уже в это воскресенье, а за сутки до начала голосования по традиции день тишины. Это значит, что в субботу любая агитация запрещена, чтобы у людей было время поразмыслить. 9 сентября на участке отправятся тысячи граждан. Предугадывать явку не будем, скажем лишь, что всего в области около 1,8 млн избирателей. В Иркутске и Братске для них будет ходить дополнительный транспорт. В областном центре организовали два новых маршрута, оба на левом берегу. Расписание есть на сайте администрации города. Стоимость проезда 20 рублей, как и по городу. В Братске же в воскресенье автобусы будут курсировать по семи временным маршрутам, и проезд в них бесплатный. Немалые деньги требуются энергосистеме Иркутской области, чтобы развиваться и соответствовать всем изменениям в законах. О них, а также о том, как это коснется жителей региона. Наш следующий материал. Попасть в этот зал так же сложно, как в банковское хранилище. Здесь диспетчеры беспрерывно контролируют всю информацию о состоянии энергосистемы области. Не отвлекаются даже на то, чтобы поздравить друг друга с юбилеем. А ведь региональному диспетчерскому управлению на днях исполнилось 10 лет. В качестве подарка – новость. Минэнерго на днях опубликовала рейтинг энергоэффективности регионов страны. Мы недавно с ним ознакомились. Иркутская область там поднялась вообще с 16 на 12 место, что просто в целом отрадно. Что есть отрадного в планах развития энергетики региона, сегодня выясняют представители генерирующих и сетевых компаний. Ученые и государственные служащие. Одна из тем – введение в строй Пеледуйского кольца. Новые высоковольтные линии должны обеспечить энергией электродефицитный Бадайбинский район. Поддержать работу нефтяников и железнодорожников на БАМе. А еще в ближайшие годы из эксплуатации должны вывести почти два десятка угольных котельных. Дышать станет легче. Вдобавок с этим уменьшаются суммы в коммунальных платежках. Там, где действуют программы энергосбережения. Селим достойно внимания, чтобы его опыт изучали. Взаимодействие с жилым фондом с точки зрения подготовки его к зиме позволяет нам получать эффекты. Как бы не только в зоне, собственно, жилого фонда, но и непосредственно теплоисточники. На новые источники тепла в ближайшем будущем перейдут некоторые микрорайоны Иркутска. Задача – обеспечить бесперебойную и качественную услугу. Изменения в энергетике в целом по региону связаны с еще одним приоритетом – экологичностью. Этого требуют законы, а жители области, безусловно, заметят и оценят все плюсы. Павел Жолдив, Влада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням. А вот следующая информация вряд ли порадует жителей области. Хотя она и очень важна, ведь касается погоды, которая в Иркутской области решила вдоволь покапризничать. На Байкале это выразится в виде шторма. Местами пройдут дожди, усилится ветер, который в средней части акватории перейдет в шквальный. Порывы будут достигать 17 и 22 метров в секунду. Так что в ближайшие дни лучше не отправляться на водные прогулки по озеру. Тем, кто выходные планируют провести в северной части региона, тоже стоит быть готовым к сюрпризам, причем неприятным. Например, выйдя ночью подышать свежим воздухом, жители области могут попасть под мокрый снег. Также не стоит удивляться туманам. По утрам они ожидаются в нескольких районах Прибайкалья, в том числе в Иркутске. Как ни печально, но все эти туманы, ветра, заморский снег означают одно зима, а не за горами. Да, пока еще достаточно тепло и солнечно, но подготовиться к холодам лучше заранее как-то сделать, расскажем в нашей рубрике «Ценный выбор». Дорогая, давай купим тебе норковую шубу. Услышать эти слова мечтает, наверное, практически каждая представительница прекрасного пола. Помочь в исполнении желаний могут в салоне кожи и меха из «Нова». Здесь готовы предложить сотни моделей из новой коллекции. Стильные фасоны по фигуре и цвета на любой вкус. Приглашаем вас окунуться в мир ярких и стильных моделей из новой коллекции «Снова зима 2018». В большом ассортименте вы сможете найти шубы из меха норки, мутона, нутри и рижей лисе. А также огромное количество натуральных дубленок из меха овчины и тоскана. Уютные, теплые, элегантные и практичные фасоны шуб и дубленок не оставят вас равнодушными. И действительно сложно остаться равнодушным к такому уютному пальто из «Астрогана». Это премиальная овчина особого сорта. Легкая и при этом очень теплая. В наличии размеры и для изящных девушек, и для дам с королевскими формами. Шубки из новой коллекции уже ждут своих покупательниц в салоне кожи и меха из «Нова». Евгений Шоев, Надежда Казакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Если способов согреть себя в холода много, то вот охладиться в жару гораздо меньше. Один из самых популярных кондиционер, например, в машине. Казалось бы, что уж тут удивительного, обычная опция. Но все не так просто. Доказательства прямо сейчас в рубрике «Народный корреспондент». Вот тот самый кондиционер, о котором мы ведем речь. Как указал автор фото, очевидно, штатного охлаждения в машине было явно недостаточно. И хозяин установил дополнительное. Что ж, надеемся, водителей пассажиров там не сдувает потоком холодного воздуха. А то ведь так и до простуды недалеко. С другой стороны, знойным летом в этой машине, скорее всего, был островок райской прохлады. Если и вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. На сегодняшний день они сменили учебные классы на спортивные площадки. На Иркутском стадионе «Зенит» ученики с 6 по 9 классы школу номер 49 сдали нормы ГТО. Сыграли в футбол и просто провели время на свежем воздухе. Для них устроили день здоровья. Спортивный праздник организовали депутаты Молодежной думы Иркутска, руководство авиазавода и депутат думы областного центра Алексей Савельев, который также обеспечил участников призами. Прыжки, перетягивания каната, силовые упражнения, дартсы, шахматы, всего. На спортивные площадки вышло несколько сотен школьников. В каждой дисциплине свои нормативы. Результаты будут занесены в протоколы. Наиболее отличившиеся после подведения итогов получат значки ГТО. Хороший спортивный праздник, посвященный здоровью нашего. Потому что здоровье нашего молодого поколения, оно нам крайне важно. В том числе и для развития нашего города, и для развития нашей области. На следующий год запланировано большое количество мероприятий. Вот как раз именно направлено на физическую культуру молодых детей, ну и также подростков. Грамота от думы Иркутска. Вот таким вполне официальным, серьезным, но от этого не менее приятным способом депутаты поздравили нашу программу с 15-летия. Сделать это можете и вы, причем не просто так. Программа «Новости по будням» проводит конкурс. Чтобы принять в нем участие, достаточно записать необычное видео поздравления. Залить его на любой облачный интернет-сервис и отправить ссылку на электронную почту. Адрес вы увидите сейчас на своих экранах. Работу будем принимать до 23 сентября. Самые креативные авторы получат сертификаты на крупные суммы, которыми можно воспользоваться на горнолыжном курорте «Гора Соболина», в санатории «Электро», ресторане «Авантаж» или лагере «Звездный». Ну а сейчас поздравить нашу программу ее бывший ведущий Ашот Караханян. Сегодня он по-прежнему работает на телевидении. А ведь начиналась его карьера в «Новостях по будням». Кстати, именно Ашот в новогоднем выпуске 2011 года представлял сюжет не текстом, как обычно, а песнями. Здравствуйте! В эфире «Новости по будням». В студии для вас работает Ашот Караханян. Этими словами два года подряд я приветствовал вас, начиная информационную программу «Медиахолдинга НТС». Вы скажете «Эй, я помню этого парня». В одном из выпусков он закашлялся и не смог выговорить ни слова. Да, это я. Та история еще раз подтвердила, что новости выходили в прямом эфире. А еще наверняка вы помните, что одну из новогодних программ я для вас пропел. Это был незабываемый опыт, за что очень благодарен всей телевизионной команде, которая в эти дни отмечает юбилей новостей по будням. Присоединяюсь к уже сказанным поздравлениям и желаю коллективу упорства в поиске необычных, уникальных, эксклюзивных материалов и мужества для того, чтобы рассказывать зрителям правду. С юбилеем, друзья! Поздравить можно жителей Иркутской области, правда, лишь отчасти. А все потому, что в регионе снизилась цена на что именно, узнаете сразу после новостей спорта. Три богатыря, не иначе спортсмены Иркутской области Рамазан Абдулаев, Махматбек Махматбеков и Мурат Чапанов примут участие в первенстве Европы под дзюдо. Они вошли в состав сборной страны. Состязания будут проходить среди юниоров до 21 года с 12 сентября в Болгарии. В Ангарске домашние стены не помогли хоккеистам Ермака. В первом матче сезона они проиграли Тамбову. Итог встречи 4-5. Следующий поединок у оранжевой машины запланирован на 8 сентября. Ангарчане сразятся с игроками Сарова. Не могут похвастаться успехами, и футболисты «Зенита» и Иркутский клуб уступил в выездном матче Сахалину. Проиграли в сухую 0-3. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице и готовится встретиться с представителями Новосибирска. Игра против «Сибири-2» состоится 9 сентября. Алена Полоненко, новости по будням. А уже 8 сентября, то есть в субботу, в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится первая в этом сезоне встреча клуба «Свободный литературный микрофон». Любой желающий сможет продекламировать свое произведение или прочитать публике любимое стихотворение. Вход свободный. Другими интересными новостями поделимся с вами в рубрике «Повесточки». Дамы и господа, мы с вами счастливые люди. Сегодня пятница, это значит, что впереди... Ух, в общем, давайте поговорим о везении. Вы видите мяч, который можно назвать воплощением вселенского везения. Принадлежит он жителю Иркутска. А черные закорючки не просто каракули. Это автографы девяти игроков сборной Бразилии по футболу. Свою подпись оставили такие мэтры, как Луис де Сильва, Марселу Виейро и даже Фернандиньо. Собрать автографы удалось во время чемпионата мира. Сейчас эта находка для коллекционера продается за скромные 180 тысяч рублей. Конечно, не 180 тысяч, но какая-то сумма все же останется в кошельках у жителей Иркутской области. А все почему? Правильно? Потому что им повезло. В областном центре снизились цены на картофель и овощи. В среднем на 10% по отношению к августу. Объяснить это довольно просто. Сезон. Ну ведь приятно же. Повезло или наоборот? Пользователи интернета пытаются понять, как расценивать ЧП, которое произошло в Омске. Во время сильного ветра в городе упала ветка. Ну, казалось бы, рядовой случай. Однако нет. Рухнула она аккуратно на грузовик. Аккуратно? Потому что не повредила его. Фортуна, что тут скажешь. Говоря о везении, нельзя не вспомнить о лотереях. Житель Калифорнии сорвал джекпот и выиграл 500 миллионов долларов. Знаете, сколько это в рублях? Внимание! 34 миллиарда! Счастливчик сумел угадать 10 чисел из 10. К слову, недавно в лотерею выиграл и житель Иркутска. Он получил 4,5 миллиона рублей. Вот и все на сегодня. Верьте в лучшее, и тогда вам обязательно повезет. Хороших выходных! Вот и пролетел наш сегодняшний выпуск. Я на этом прощаюсь. До новых встреч. И помните, мы всегда вместе с вами. Уважаемые жители Иркутской области, 9 сентября мы с вами будем участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Каждому избирателю предстоит принять непростое решение. Оно определит будущее при Ангаре на ближайшие несколько лет. Знаю, вы переживаете за судьбу нашего региона, за то, как он будет развиваться, какие планы воплотятся в жизнь. Поэтому очень важно всем нам воспользоваться своим законным правом и прийти 9 сентября на избирательные участки и выбрать таких людей, которые понимают, что нужно сделать для области, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Я уверен, что в каждом округе есть достойные кандидаты. Они честно и открыто будут представлять и отстаивать ваши интересы. Главное, взвешивайте все «за» и «против», принимая решение, за кого голосовать, и слушайте свое сердце, и выражайте свое мнение. Это ваш голос и ваш выбор. И еще хочу вспомнить одну старую поговорку. Если ты сам не сделаешь свой выбор, то это за тебя сделает кто-то другой. Помните об этом и примите участие в едином дне голосования. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok